Так, друзья, у меня будут к вам сегодня плохие новости по поводу того, что я увидел на полдне против Путина, который состоялся в Берлине 17 марта в день выборов 2024 года. И внимательно слушайте, что произошло. Я приблизился к этому основному событию, которое происходило возле посольства, в принципе, ну, наверное, так в метрах 500 уже, ты понимаешь, по радиусу от посольства, что там, особенно вот этой фронтовой части, которая выходит на улицу, где Брандебургские ворота. Так вот, были сначала крики в поддержку Юлии, Юлии Навальной. Насколько они согласованы с ней, насколько это искренне и вообще насколько это уместно было, тут уже большие вопросы. Потому что то, что произошло потом с этим шествием, это вызывает возмущение у меня. И, наверное, я уверен, если Екатерина Шульман смотрела это шествие, у нее тоже навряд ли вызвало это какие-то положительные эмоции. Поэтому расскажите вообще, если вы увидели что-то там, поделитесь своими наблюдениями, что вы там увидели. Но то, что я увидел, оно сначала воодушевило с каким-то вообще фактом шествия, а потом очень, ну, разочаровало, разозлило. И, ну, тот анализ, который я сейчас провожу, мне кажется, оно вообще никак не является в каком-то русле, связанном с 40 днями после смерти Навального. Там вообще имя Навальный не произносилось. Люди некоторые держали там свои какие-то лозунги, но они не подозревали вообще, что, в какую волну их отправляют. Так вот, я подошел. Начинается все с того, что ты приближаешься к кафе, возле которой стоит вот этот монумент Путин в ванной, которая выкрашена в цвет украинского флага. Он купается в крови там, моет себе ножку выставленную изящно. И вот единственное, что там надо было еще добавить, что его моют разные там шойги, лавровы и прочие. То есть, мне кажется, эту картину нужно на доработку и сделать это вот последующим перформансом уже в других городах. И я вообще предлагаю людям помогать этой статуе вообще побывать во многих местах, потому что действительно красиво. Единственное, что помощники нужны вокруг, которые вымывают этого злого гения. Так вот, проходишь, снимаешь, делаешь снимки, потому что небо красивое, все это смотрится шикарно. Проходишь дальше и натыкаешься на различные там адвент календари в честь выборов. Потом там за оградой стоят группы людей, которые доброжелательно вообще выглядят, вроде как хорошие люди. Там производятся выборы, в которых постановка такая. Которые подходят люди, им выдают бюллетень, где они голосуют за Навального. То, что я видел, другие, может, за кого-то другого. То есть там пять кандидатов было. И не знаю, какие конкретно там были, но я заснял, как один человек голосует за Навального. И какую-то там гадость напротив второго. Это по именам Путин. Что примечательно, это мужская рука с черными ногтями. Черным лаком покрашены ногти. Дальше голосующий подходит к урне и урна на мелкие кусочки режет эти бюллетени. Дальше ты проходишь. Там есть люди, которые рисуют плакаты с лицом Навального. Можно там с Путиным нарисовать. Не знаю, какие там условия. Но подошел, когда там, где раздавали стикеры, с Путиным такая мерзкая картинка. Но там надо было красным маркером перечеркнуть его. И тогда тебе выдают этот стикер. Фактически человек, который перечеркивает, он все-таки ставит какой-то свой голос за Путина. Только вот он черный такой, в крови. Так вот, может людям всего мира нужно провести голосование по поводу того, кто вообще для них Путин. Он для них добро или зло. И соответственно, если каким-то образом проголосуют там большинство стран, что он зло, то, наверное, этим странам логично бы вообще предпринять что-то, чтобы это зло изолировать вообще от себя максимально. А вот те, которые его добром считают, ну, наверное, этим странам нужно как-то дружить, взаимодействовать. Что произойдет в таком случае? Произойдет огромная поляризация мира, которой неизвестно, кто готов лучше. И вот когда начнутся разборки, выяснение отношений войны и кибератаки, разрушение инфраструктур во многих местах, тогда люди будут задумываться, а может лучше бы было, чтобы мы врали всему миру, что, может, Путин он хороший. В любой, скорее всего, перспективе глобальной сам факт поддержки зла, он приводит цивилизацию в упадок. Она каким-то образом разрушится. А цивилизация, у которой ставятся хорошие какие-то помыслы, добрые помыслы, она процветает, становится сильнее и может только исчезнуть, если другие злые цивилизации намного более технологичны и богаче. Так вот, вот этой сцене рядом, которая была с этими всеми штучками, там была сцена с такими эмоциональными тупыми. Я ненавижу вот это в каких-то митингах, но может из-за того, что это просто такой неискренний митинг, когда со сцены кричат какие-то кричалки, которые заставляют этот народ просто повторять. Я не понимаю, почему там не выступают личности, как Екатерина Шульман, почему не выступала там Юлия Навальная, с часовой какой-нибудь речью, потому что это их не касалось. Я думаю, что пора бы запрещать государствам организовывать вот такие вот мероприятия рядом с посольством, потому что они, людей реально вводят в какую-то агрессию, шествие, которое со сцены сказали, пойдите вот в том-то направлении, в направлении Фридрихштрасса, идите в этом шествии. Ну и ожидаешь, естественно, в первых рядах увидеть Екатерину Шульман, Навальную, и когда их там нету, ты понимаешь, что это что-то не то. И в принципе, наверное, имело бы смысл тем этим злым организаторам, которые делают этот поход, им, наверное, стоило бы вообще задуматься, куда они идут. То есть там это, большая улица была примерно так вот, людей, и все. То есть улица и все. И то не улица, как, не знаю, три таких длинных дома. Все. Толпы было мало. Толпа эта была координирована. Спереди, посередине, в конце были как минимум с одной стороны люди с рупором, которые читали с телефонов кричалки. Иногда они были не синхронизированы. Иногда один кричит сзади одно. Люди не повторяют. В общем, толпа была такая пассивная, потому что людей направили. Люди искренне стояли там, думали, что вот что-то хорошее они слушают. А в итоге их направили в какой-то сумасшедший дом. Потому что вот это шествие, где тебе в рупор кричат херь какую-то, которую ты просто должен повторять. Не человек идет, тот, который объясняет людям, что нам нужно, я не знаю, думать, размышлять, каким образом побороть эту власть. Идут, кричат оскорбления Путину, Россия будет свободной, ни слова про Навального, ничего. Просто забывают, что 40 дней вообще-то после смерти еще не прошло, что там Навального нету, что зачем они вообще это шествие делают, тогда есть нот. Какой вообще вопрос можно задать этим людям? Вы знаете, что там была Юлия Навальная, да, вы знаете, что не прошу 40 дней со смерти Навального, вы вроде как против Путина. Вопрос, зачем вы идете? Вот зачем вы идете, что объясните людям, зачем вы идете? То есть, я делаю вывод, это была такая толпа провокаторов, которые с этими рупорами пытались увести вот эту толпу, потому что перед их шествием было крикнуто сцене, что люди, пошлите, люди, пошлите с нами, посольство открыто до 8 вечера, вы сможете потом прийти проголосовать, пошлите с нами. Никто из людей из толпы не пошел, потому что они и так стоят эту очередь, черти сколько. То есть, в целом, мой вывод, это была провокация, чтобы сорвать вот это голосование, протестное голосование, потому что было всем интернетом договорено в 12 часов прийти и проголосовать как нужно. Точнее, как нужно. Проголосовать так, чтобы Путина не было. Акция полдень против Путина. Шикарная, в принципе, акция, интересная идея, и она показывает, куда заходят власти теперь. То есть, они организовали вот это шествие, которое служило провокацией и служило ложью, что это оппозиция. Это не оппозиция была. Это было несколько людей, которые направили людей в нужном потоке и думали добавить больше других людей. Было мерзко там находиться. Этот руководитель первый урупорок, какой-то в дырочку лицо, растолстевший, видно, что человек не спортивный, здоровым питанием не занимается. Какой-то крутой, хорошей, интеллектуальной профессии нету. И этот человек нас ведет. Ведет человек, который всем своим здоровьем, лицом своим показывает, что вот за ним идти нельзя и толпа идет. Ну и пошли, потому что других организаторов не было. Но то, что творят сейчас в Берлине, это вот это нужно сейчас обсуждать во всех стримах, в полдень против Путина в Берлине. В Берлине вот это мерзкое просто явление, как же мне посчастливилось реально, ну увидел бы я Навальную, да, я бы порадовался, что такого прекрасного человека увидел, но вот то, что я увидел потом, вот это я могу передать Юлии Навальной. И Юлия Навальная может уже в своих передачах рассказать, рассказать, что же случилось у посольства в Берлине ровно после того, как она там была. Все, на этом все, возмущен, рад был, что Шульман запостила много людей, то есть огромная просто очередь, такое убыстренное видео, бесконечная просто очередь. Берлин оказался реально молодцом. И, кстати, из-за того, что это самое, наверное, большое количество русскоговорящих людей в Европе, может, в мире даже, то это вообще отражение реальное, да, то есть это реальное отражение вещей. Что умные и люди, которые прожили за рубежом длительное время, какой их выбор? Вот если посмотреть бы на их голоса, вот это было бы интересно. Вот все, реально все бюллетени просмотреть людей за рубежом, у которых есть свобода. поэтому вот нужно вот эти данные, но эти данные возможно где-то будут храниться и когда свергнут режим Путина, тогда это все будет достанно, проанализировано и это будет прям у некоторых людей шикарная научная работа. по-русски. Продолжение следует... Продолжение следует...